Приветствую вас, Марина. Ну, для начала, конечно, хочется сказать, что в целом ваша позиция, она, как бы, мне импонирует, в том смысле, что мне нравится, как вы реагируете на вот эти вещи, все, которые происходят. Мне нравится, как вы относитесь к этому всему, мне очень нравится ваша позиция, мне очень нравится ваша точка зрения. Вот, мне кажется, что у вас очень такое позитивное, конструктивное и, я бы сказал, знаете, вот перспективное такое вот видение ситуации. Вот, но вместе с этим вы, во-первых, вы не уверены в себе, вот, вы спрашиваете, собственно, советов у нас. Вот, это первое. Это говорит о том, что вы именно не уверены в себе все-таки, потому что вы спрашиваете именно совет, как поступить. Вот, и плюс ко всему вы, вот, сковываете себя сами, да, пару раз нервно реагировали на то, как, значит, мужчина ездил туда, вот, и прочее, 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 вот. А я думаю лично, я думаю, что, как бы, ну, идея кроется именно в том, что вы в себе все-таки не уверены. Вот. Во-вторых, я хотел бы обратить ваше внимание на личные границы, свои, вот, которые вы, на мой взгляд, не решаете, потому что вы хотите помочь, как бы, вы хотите помочь, как бы, мужчине решить свои проблемы, но, правда, загружается в том, что это нереально, вот, там, что свои проблемы он может решить только сам. Его беспокоит чувство вины, оно родом из детства, вы здесь ни при чем. Вот. С ним нужно работать. И работать с ним нужно специалисту, и если вы сможете до него объективно донести, что в той или иной степени его чувство вины влияет на вас, в той или иной степени его чувство вины вмешает вам и осложняет вашу жизнь и так далее. Если вы донесете до него, что это вас сковывает, если вы, ну, вот, именно донесете до него это адекватно, объективно, без обвинений, вот, то ситуация может быть, может измениться, человек может как-то вот реально поменять свою позицию, человек может приобрести хорошую мотивацию для того, чтобы как-то все исправить, для того, чтобы поработать над собой. Вот. Это все вполне будет возможно, конечно же, вот. Если вы перестанете брать ответственность на себя за него, за его чувства, за его эмоции, за его причинения, я говорю, что подозреваю, что к вам отношения абсолютно никакого не имеют, да, то есть вы можете подозревать его раз, вы можете подозревать его два, но вы не психотерапевт. Вот. И, соответственно, соответственно, я не думаю, что вы можете человеку помочь все-таки. Вот. Значит, это вот такой аспект, то, что вот я, ну, то, что я вижу. Вот. В остальном, в остальном, ваша позиция, она, более, чем мне не планируется. В остальном, ваша позиция, более, чем, а, мне нравится. Вот. А вы, мне кажется, занимаетесь здесь, опять же, жертвенную позицию, тем, что, о-о-о, не заботитесь о себе. Вот. Значит, вы пишите, такая ситуация, брать с мужем один год, отношений двадцать два года. Любим друг друга, все отлично, женились по любви. У него это ребёнка просто в вопросах отношений. Так, ну, женщина родила, эм, для себя это понятно. Эм, так. Так, вскоре, когда женщина стала мягче, дала общение с ребёнком. Ну, вот тут, на самом деле, проявляется некая такая пассивность вашего мужа, потому что, ну, не имела права женщина лишать его общения с ребёнком, в силу того, что это его ребёнок, вот, и... Я с уверенностью могу сказать вам, что... Это нарушение, нарушение вообще законодательства, вот, что она так вот поступила. Вот. И, конечно, конечно, это показало определённое безволие вашего мужа, определённую, определённую такую слабость его. Ну, вот что, самое главное, что она решила его воспитывать сама. Её право, но мужчина имеет право видеть тогда своего ребёнка и общаться с ним. Вот. Так что здесь вопрос в том, какого мужчину вы выбрали. Ага, дальше, значит, вы пишите о малышей, никто не знает, кроме меня, ни родителей, ни друзья. Ну, вот здесь, опять же, возникает такое ощущение, да, что вы в какой-то степени как будто бы стыдитесь своего мужчину, несмотря на то, что вы вроде бы любите друг друга. Вот. То есть, есть какое-то ощущение, что вы, вот, ну, можете стыдиться. Потому что, ну, что плохого в том, что, ну, что родители и друзья узнают, что у вашего мужа есть ребёнок. Вот он же был до вас. Вот. То есть, это, опять же, какая-то вот такая неуверенность в себе и такая потребность соответствует некому образу, что ли, который имеет место быть вот именно у вас. Я не думаю, что это хорошая история. Какая-то. Сейчас мы ждём общее чудо. Ребёнка муж едет, но не часто. Живут они за тысячи километров. Я реагировал разнервно на общение с мужчином. Теперь мы очень мало что рассказывают и показывают, чтобы я не нервничал. Он не нервничал, он ещё маленький. И пока только через два мы общаются три года. Ну, вы знаете, на самом деле тысяча километров довольно большое расстояние. Вот здесь, конечно, важные аспекты, нюансы. Как это всё происходит, как он едет туда, насколько. Вот. Как важно, на мой взгляд, и то, почему вы нервные реагировали. Вот. Опять же, нервная реакция на это может быть связана с большим количеством факторов. Вот. Здесь и ревность, здесь и неуверенность в себе, здесь и страх одиночества, здесь и какие-то сомнения, что, в принципе, одно и то же. Вот. То есть, ну, мне вот кажется, мне кажется, что, ну, нужно на это обратить также ваше внимание. Ну, то есть, вы вот нервно реагировали, и всё, и как будто бы этого уже нет. Вот. Ну, на самом деле есть, никуда это не делать. Вот. Дальше. Он себя морально уничтожает, думает постоянно, что он его бросил, он вырастет, будет его ненавидеть, всё это носит в себе, мне мало что рассказывает, как предварительно правильно поступить, как быть. Ну, об этом я уже сказал. Да? Вот. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что, ага, вы меня услышали. Надеюсь, что вы меня услышали, надеюсь, что вы меня поняли, что вы человеку ни в коем случае поможете, если не можете, и своим таким отношением к нему, вы ему не помогаете, а только усугубляете его состояние. вот, сам что... Ага, ну, потому что это лишь только подкрепляет его позицию, это лишь только убеждает его в том, что он действительно ведёт себя как-то неправильно. это позитивное подкрепление. А вот тех, ну, тех действий, которые мужчина совершал, вот, и это никак не помогает, никак не помогает ему решить его проблемы. К сожалению, хотя я и понимаю, что вы хотите ему, в принципе, помочь. Вот. Эм, дальше, эм, так, я очень переживаю, как он будет относиться к нашему общему ребёнку. А как он может относиться к вашему общему ребёнку? Эм, какие у вас мысли по данному поводу? Ну, вот, обратите внимание на то, что это уже ваши собственные страхи, это уже ваши собственные какие-то эмоции, это уже ваши собственные переживания. А вот, и, как бы, к мужу это отношения не имеет. Как сказать такового. Это тоже ваши собственные страхи, как он будет относиться к ребёнку, а что это значит для вас, если вы называете ребёнка чудом. То я здесь вижу какую-то вот чрезмерную акцентрированность на ребёнке, опять же. Ну, вот, слишком, ну, слишком, 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 слишком много значения вы ребёнку придаёте своему, вот. А какие у этого основания, да, ну, вот, пока что не очень понятно, какие основания. У того, что вы с такой значением придаёте ребёнку, что настолько вот вам важно, как будет относиться к нему мужу. И это вы, видимо, проецируете как-то вот на себя, на себя, опять же. Так, дальше я очень, так, иногда я сковываю себя, малым рассказываю насчёт каких-то покупок. Думаю, он будет сразу снять из-за этого и переживать, что он не может это ему дать. И вы спрашиваете нас, ну, мы не можем залезть в голову человека и сказать вам, что он подумает. Вот, может быть, он подумает так, может быть, подумает по-другому. Вот, ну, лапс тогда опять же волновать не может, потому что это его, это его, это его, ну, его реальность, это его позиция, это его чувства, это его эмоции. Его, не ваши, да, а его. И мне кажется, что здесь вы берёте на себя чрезмерную ответственность за мужа. Вот, хотя, кажется, что вы как-будто бы замещаете что-то в себе этим, вот. Вам было просто посмотреть, почему вас это так волнует опять, что он подумает, да, ну, подумает. Вы сами, как бы, сделать ничего не можете. Повлиять никак на то, что он подумает, вы не можете. Но вы пытаетесь это сделать. И вот, собственно, вопрос у меня к вам. Именно такой у меня к вам вопрос. Почему так? У меня к вам вопрос. Почему вы переживаете так? Вот. За него опять же. И нет ли здесь переживаний, вот, каких-то за себя. Только таких вот. Ну, несколько неискренних, я бы сказал. Не полностью искренних. Дальше. Вы пишите о том, что стоит ли налаживать отношения с этой девушкой и мне, и вообще жмёте общаться. Ну, это вам решать. Вы, правда, считаете, что психолог может подсказать вам, как себя вести, вот, в этой ситуации. Вы, правда, считаете, что психолог может, ну, абсолютно, по сути, незнакомый человек имеет право вам подсказывать. Вот. А вы сами, вы сами готовы поверить тому, например, что, ну, что вот, вас вам скажут. Вы, правда, готовы купить так, как вам скажут? Я думаю, что вряд ли. А если так, то у вас уже есть готовое решение. А если же нет, то есть, если вы, правда, готовы поступить так, как, вот, ну, так, как вам скажут, скажут специалисты, что мне в таком случае представляется, что ваша проблема, опять же, она в неуверенности. В неуверенность, неизвестно говоря, в себе, которую, на мой взгляд, ну, нужно решать, вот. Потому что это более актуально, чем те проблемы, которые вы говорите. Ибо, опять же, вы можете решить эту проблему, вы можете решить эту проблему, но появится другая проблема, какая-то, и вы опять будете обращаться за помощью по следующему делу, вот. Так что, мне кажется, что вот, ну, нужно, нужно обязательно вам, вот, обратить своё внимание на этот момент. На момент, почему вы стремитесь, куда вы стремитесь, с чего вы хотите, и так далее. Дальше. Большой помощи, так, я хочу здоровое отношение в семье, взаимопонимание и доверие. Ну, в таком случае, вам нужно, в первую очередь, добирать себе, а вы себе не доверяете, вместо, вот, нервно реагируете на поступки мужа. Вот, опять же, опять же, если вы говорите о том, что вы хотите доверие и понимание, то, ну, указывает оно, своё указывает, своё представление о том, какое оно, это доверие, какое оно понимание, и, вот, вы хотите, вы хотите, ну, вы хотите чего-то своего, вы хотите чего-то своего, а мужчина хочет, допустим, своего, у вас своё представление о доверии, у него своё, и, мне кажется, что, хотеть доверие, а, ну, всё же, нельзя, именно, хотеть доверие, а, можно, можно, стремиться, можно стремиться, стремиться к доверию, да, можно, но хотеть доверие нельзя, потому что, тут вы идеализируете, с одной стороны, отношения не самого человека, а с другой стороны, вы, ну, говорите явно о своих желаниях, а не о том, что хотеть, хотеть и для человека, вот, опять же, для своего мужа. Сейчас я вас понимаю, вы заботитесь о климате семьи, но, опять же, это частично зависит от вас, а частично, вот, вашего мужа, и, как бы, вы можете сделать, так или иначе, только половина у меня представляется, вот, поэтому, может, к психологу вам тоже, можно вдвоём. Я не бросил вообще с ним, даже хочу, чтобы мы были знакомы, он пришел к нам в гости, когда вас не бросили, так прекрасно иметь братика или сестричку. Ну, Маринон. Как я и сказал, я с вами солидарен в этом вопросе. Ну, вот, я вас поддерживаю, поддерживаю, я считаю, что вы правы, но для того, чтобы иметь, вот, такие отношения, вот, достаточно доверительные, да, открытые, нужны определенные ресурсы, нужна уверенность. Вот, важно, как мне кажется, этих ресурсов нет, мне кажется, у вас нет ресурсов, у вас нет уверенности той, которая необходима для построения таких отношений, вот, и, возможно, стоит поработать именно в том направлении, чтобы, ну, ресурсы все-таки появились. Вот. Я думаю, что работа с психологом вам поможет в этом. Вот так, в принципе, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. я надеюсь, что это было как минимум полезно для вас. Я надеюсь, что вы сделали для себя, сделаете для себя какие-то выводы, вот, и, соответственно, надеюсь, что тут делать. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, а я вам желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok